Добрый вечер, дорогие друзья, любители волейбола, сегодня 22-й тур женской суперлиги, женской волейбольной суперлиги париматча, в котором московская Динамо принимает одноклубниц из Краснодара. Сегодняшний матч по традиции представим вам мы, Леонид Николаевич Зайков и я, Елена Котина. Добрый вечер. Краснодарская Динамо занимает третье место в общей таблице. Всего лишь 6 матчей проиграла эта команда и что самое интересное, единственное поражение, которое имеет московская Динамо, как раз таки было в Краснодаре. Поэтому сегодня принципиальный матч, скажем так, ждем реванша, ну а пока представим сегодняшних арбитров. Да, давайте я вам представлю сегодняшнюю бригаду. Первый судья Козлова, Надежда, международная категория, Ленинградская область. Помогает ей Александров, Александр, Санкт-Петербург, всероссийская категория. Так, и давайте сразу перейдем к составу гостей. Первый номер Лазаренко Ангелина, второй номер Пипунырова Екатерина, третий номер Перепелкина Мария, седьмой Халецкая Мария. Девятый номер Вера Ветрова и семнадцатый номер капитан команды Ангелина Спирскайте. Либера, шестой номер Зайцева Тамара и восемнадцать Третьякова Екатерина. Главный тренер команды, заслуженный мастер спорта Ушаков Константин. Помогает ему Забуслаев Павел. Стартовый состав команды Динамо, город Москва. Номер шестой. Очередь Московского Динамо, выходить на площадку. Стартовый состав. Шестой номер Уьян Ищербань, восьмой номер капитан команды Наталья Гончарова, девятый номер Екатерина Енина, двенадцатый номер связующая команды Марина Бабешина, тринадцатый номер у Ирины Фетисовой и восемнадцатый номер Наталья Перейра. Либерова Московского Динамо, десятый номер Мария Бибина и семнадцатый номер Поспелого Анна. Тренерский штаб Московского Динамо, ничего не изменилось. За это время Желька Блатович главный тренер и Дмитрий Дьяков его помощник. Так, в силу того, что стремительно развивалось представление команды, я должен вам представить инспектора сегодняшнего матча. Инспектор Гришкин Иван Иванович, ВВФ, представитель Москвы. Сразу, наверное, нашим зрителям стоит сказать о том, что Татьяну Романову, связующую Московскую Динаму, мы из сборной России, сегодня не увидим. На площадке у нее небольшое повреждение и пока ограничены именно движения. Движения резкие, которые она может совершить на площадке и усугубить свою травму. Поэтому Марина Бабешина сегодня на ней двойная нагрузка и, самое главное, очень ответственная роль. И большая радость для Марины. Ну, да, да. Потому что, к сожалению, у нее небольшая игровая практика была в этом селе. Да. Вот буквально в течение прошлой недели Московская Динамо выступала в Калининграде во втором групповом раунде Европейской Лиги чемпионов. К сожалению, ни одна из российских команд не смогла попасть в раунд плей-офф самого престижного европейского клубного турнира. Но чемпионат России продолжается и пока Московская Динамо на первом месте в таблице. И, как я уже сказала раньше, поражение от Краснодарского Динамо, которое, надеемся, сегодня наши девушки. Неразбериха бывает. Да, и сегодня первый матч со зрителями в этом сезоне у Московского Динамо на новой арене. Но первая очка в этом матче зарабатывает Краснодарская Динамо. Наши гости, одноклубницы. И Марина Халецкая, Андрея Халецкая. Мы помним ее. Это игрок в детской спортивной школе Ника Московская. Воспитан. Да, и молодежной команде. И молодежной команде нашей играла, да. Начинала свою карьеру. И Вера Ветрова, которая сейчас выполняла подачу. Многолетний капитан Московского Динамо, чемпионка России. Благодаря вместе с ней мы завоевали много разных титулов. Поэтому, конечно, очень рады видеть теперь в гостях, пусть, но, тем не менее, на площадке Веру. А это был тройной блок. Конечно, Екатерина Енина и ее руки в основном закрыли эту атаку. Ну, это равновесие уже от игры на подача 1-1. Ну, даже с первых мячей видно, да. Скорость, скорость развития игровых событий, конечно, ниже, чем мы видели в групповом лиге чемпионов. И поэтому, конечно, в Динамо моментально тройной блок организовала. Она в Пупунырову и сложно ее оказалось. И сейчас второй раз. Да. Очень быстро наши девочки принимают решения, оценивают ситуацию. Блог Наталья Перейра. Ну, и я бы хотела отметить, наверное, физическую готовность Московского Динамо. Не умоляю при этом, конечно, и Динамо Краснодар. Но москвички то, что не смогли реализовать в Калининграде. Да и, наверное, все-таки в первом этапе в Турции нужно об этом больше сожалеть. Тогда, конечно, упустили, многое проиграв и Штутгарту, и с Калининградом, сыграв пять партий, потеряв очко. Но, в основном, конечно, за победу даются, что и в чемпионате России, что и в Европейской Лиге чемпионов. За победу даются все важные для рейтинга и положения команды очки. Поэтому сегодня, да и, в принципе, всегда и для каждой команды, конечно, в первую очередь важны победы. Хорошо сыграли обе связующие соперников в защите. Басыра будет. Нет. Здорово. Здорово. Марина показала, да. Я был уверен, что Фетисова будет нападать. Была такая довольно высокая доводка, небыстрая. Поэтому и Ирине Фетисовой нужно было подобрать вот этот темп, чтобы не выйти ни рано, ни поздно, а вот как надо. И отброс назад, конечно, не лишил Наталью Гончарова блока совсем, но он был немного разорвлен. Ух ты. Вот это, конечно, не очень приятно. Хорошо друг друга поймали. Надо продолжать играть. Ира Фетисова уже на блоге, конечно, она здорово играет, оценивает ситуацию. Сейчас видели вопрос времени, конечно, здорово. Она моментально передавила мяч в форум. Да, но вот это столкновение, которое произошло, да, понятно, приоритет связующего игрока. Но когда мяч прямо в четвертой зоне, понятное дело, что уже, даже если Марина бы туда добежала и довольно комфортно, она только, наверное, туда, пожалуй, могла бы паснуть, да. А вот Наталья Перейра могла и отдать Гончарова, сильнейший на линии сейчас. Чуть пустоты не хватило, да, чтобы ложиться. Да, хуже, когда столкновения приводят к травмам. Но на самом деле я могу вспомнить свое такое столкновение. Как бы снова это смешно не звучало в детской спортивной школе. А сейчас мы видим лидеров чемпионата России в Сюберлиге паримач. Краснодарский динамм не выдержал. Константин Ушаков, 2-6, вперед тайм-аут. Ну, хорошо, москвички играют на блоке, организована защита, поднимаются мячи. Пока не было ошибок таких, не вынужденных. Ну и Ирина Фетисова довольно внимательно действует. В общем, ее, конечно, заслуга здесь велика. И потом моральный фактор, конечно, с появлением Ирины на блоке, конечно, для нападающих уже возникают даже психологические проблемы изначально. Потому что много мячей она накрывает, смягчает, очень сложно забить. Сложно против нее играть, конечно, в нападении. Вернулись команды на площадку. Марина Бабешина продолжает подавать подачу московского «Динамо». Очень хорошо, как игрока передней линии. Да, заставляет Ангелину принимать сверху. Несложная атака, но и Наталья Перейра выполняет всего лишь скидкой. И прекрасно действует сейчас. Да, высоко берет мяч. Мария Халецкая. Ну, во-первых, высоко, и во-вторых, она, ну, хоть и передача-то ей была не самая лучшая, но она так вышла, что она могла поворачивать его что в линию, что вот в середину площадки. Ну, мне кажется, и первую. Но там она видела, что блок закрывает как раз ей диагональное направление. Ирина Фетисова в атаке. Бойной блок, ну, здорово договорились. Видно, проброс мяча был. Или Ира сама могла пропустить мяч. Пропустить, потому что высоту она потеряла, и поэтому удар такой нечеткий был. Но главное, что выиграла. Увела от блока. Я хотела сказать о том, что вот в матче с турецким и за Чебаши, который завершал выступление московского «Динамо» в Лиге чемпионов, как раз Ирина стала лучшим бомбардиром в составе московского «Динамо». Центральный игрок. Ну, и за счет количества поставленных блоков и своих атак, которых было хоть не так много, но очень неэффективно. Вот и Наталья Гончарова сейчас отыгралась от блока. Продолжает московское «Динамо» удерживать отрыв в очках. Ветро разбрасывало мяч, да? По-моему, Ира накрыла его, да? Давайте посмотрим. Прям я не уверена, мне показалось, что она просто прыгнула для того, чтобы обозначить… Переходящий мяч может быть. Да, вдруг что случится. Потому что она, если бы она накрыла… Ну да, передачу накрыла эта ошибка, да. А Вера со задней линии выходит, она не может сейчас действовать на сетке. И снова Ирина Фетисова на двойном блоке, меняет направление своей атаки, пусть, да, в блокирующего, который пристраивался, но этого хватило движения кистью в конце для того, чтобы мяч от блока улетел вот так вот. И скорость, да? Она быстро обрабатывает мяч, блок не успевает руки перенести. Ну, вроде медленно, вяло идет, не очень быстро, но быстрая концовка. Хорошо, нужно, это необходимо. Да, очень здорово. То есть она ориентируется быстро по ситуации. И мне бы очень хотелось, конечно, чтобы Ирина, как ее партнерша, Ирина Заряжка, и тезка, да, Заряжка Королева, которая очень большую нагрузку и в атаке, и на блоке, и эффективно, результативно несет пригресс за Казанское Динамо, да, чтобы Ирина Фетисова, в общем, они партнерши по сборной, и люди, на которых все и держится, чтобы они себя вот так проявляли, это прекрасно, но у Ирины другое, вот ей главное дойти до подачи, и пока Московская Динамо, кстати, вот не ошибалась, и очень уверенно подает, выбивая игрока передней линии, затрудняя постоянно атаку, точнее отыгрыш подачи краснодарскому Динамо, да, вот эту тактику держать, чтобы не ошибаться. А теперь мы видим, Константин Ушаков вынужден второй перерыв взять, но надо отметить, что у Краснодара, вчера был очень сложный, очень сложный день, они планировали вылететь в 3 часа ночи, и в 7 часов быть здесь, в Москве, утра раньше, но прилетели снежные заносы, ураган, завалило снегом аэродром, то есть они прилетели, да, в Краснодаре, и они прилетели где-то в районе 21 часа вечера, то есть они, естественно, не тренировались, сегодня утром опробовали зал немножко, и поэтому, наверное, все равно. То есть они получатся всю ночь и полдня, и вообще целый день посидели в аэропорту? Ужас какой! Да, очень, конечно, неприятно, но, тем не менее, мне кажется, не слишком умно было бы даже, ну, может быть, других рейсов не было, но в 3 часа ночи планировать вылететь, это тоже не слишком... Да, я нащербан сейчас, конечно, прямое направление на высоком блоке, на таком... Двойная замена... Екатерина Лазарева и Верда... Краснодарского динамо, да. Багумила как-то импонирует, потому что, ну, высокая, такая девушка приятной славянской внешности, и как-то хотелось бы, чтобы она и играла, ну, хвалят ее и тренеры Краснодарского динамо, посмотрим, что сегодня она продемонстрирует, и вот ее первая атака, да, немного быстрее, чем нужно, она разбежалась, пришлось затормозить свой разбег и прыгнуть позже, но атака очень умно была направлена в угол первой зоны, принесла очко. Но это проблема для хорошего... Зона в исполнении Ангелина Лазаренко Она, кстати, зависла и дождалась мяча Через блок тоже нужно было пройти Рисковая такая, достаточно комбинация Но прекрасно закончилась С хорошим результатом и красиво даже И Ангелина хорошая подача обычно Яна Щербань спасла мяч на приеме Атака в сетке Смягчился мяч Вот так Крайней мере, кто перед ней находится Через кого лучше бить Но там же еще и карты в линии То есть она еще выше Хорошее ускорение Непонятно, да, да Вышло видно неудобно Она корпусом прям повернулась То есть она приземлилась практически уже спиной к сетке Вот, и поэтому Ну, понятное дело, это очень много Для того, чтобы в линию попасть Это чрезмерный, конечно, такой поворот И еще и работа рукой полностью Не просто кистью Ну, спасает ошибка на подаче Ангелина Лазарина Спасает московская динамо Была заминка Вот игрыша подачи На которую выходит Яна Щербань У Яны тактическая задача, конечно Нет Спирскайте стараются подавать Казалось, Пипунырова оттягивается с передней линии Она должна на приеме активно работать Снова Лазарева пыталась играть зону На этот раз Перепелкиной не получилось Ну, может быть, Яна перестраховалась, скажем так Чтобы первую подать, допустим, в середину площадки Да, сейчас уже целится Ну, да, да, все правильно, да Труднило прием Только Пипунырова может атаковать Да и то скидывать с тройным-то блоком сложно И снова Щербань ловит на блоке Тройной блок Ну, для нее надо дать должно, что это сложно С тройным блоком бороться с задней линией Сейчас это вообще Ну, то есть ее, скажем так, стечение обстоятельств Которая ее поставила в эти условия Что из четвертой зоны, когда она и подачу принимала И атаковала сама С высоких передач, вынужденных для игровки Некомбинационных Что сейчас? Ну, это как вот Николай Васильевич Карполь Всегда говорил Зачем вы делаете там из кого-то Там Ивановой, Петровой, Сидорова игрока Да, вот сейчас Этими ударами Да, и вернулась война Азумина обратно Произошла Вера Ветрова И вернулась на площадку Мария Халицкая в этом сезоне Стала, во-первых, меньше ошибаться Во-вторых, гораздо умнее И тактически Вот, осмысленно действовать И это, ну, самое лучшее качество игрока Нападающего Которое только можно увидеть Поэтому, ну, Вария в этом сезоне старается И мы все рады, что ее получаем Передачка не очень, конечно Вот это тоже поражает, да? Второе касание Уровень команды определяется, наверное, вторым касанием Да, когда Это я писал новую Ну, это действительно так Это классика, правильно Очень множество мячей, которые нужно просто довести Нападающему удобно, чтобы он мог бороться Это для нас с вами классика Но я не говорю сейчас про ситуацию, которая была Потому что Мария, мне кажется, вообще возвращала мяч Даже из-за столба уже на стороне Московского Динамо Если смотреть это вот сбоку Но Зачастую Вот я что вижу и замечаю Да При выполнении второго касания И так, когда это делает Либера Не то, что не ориентируется, где находятся игроки Но и не могут технически нормально выполнить передачу Которая была бы Ну, просто одну Ну, да Необходимо в этой ситуации конкретно Возможно, да То есть это либо вот над собой перебросить Либо вообще на ту сторону бывает пуля Что Или нападающий, который с потолка снимает этот мяч Он камнем летит И его невозможно обработать на высоте Когда он уже достигает Ну, уровня прыжка, да До которого можно допрыгнуть Что пока замахивается Он уже на полу упал, да И отсюда вот эти удары Когда промахиваются нападающие Чувствуют себя в абсолютно дурацком положении Смотрите Согласен, да Это важный момент Потому что он позволяет игроку Нападающему, до игрокчику разыгрываться В сложных ситуациях Но на качественной передаче И постепенно в процессе партии Концовки Он уже готов Активно участвовать Вот в выигрыше таких мячей Бороться А здесь каждый раз получается Это такие драгоценные мячи Которые люди достают Вся команда Достают в защите И нужно буквально Распределить Сделать эту атаку Потому что с высоких мячей Здесь нападать могут Кто угодно И Спирскай, и Халецкая И Гончарова Перреера Ну, ущерпанье тут не получилось Но это эпизод Но тем не менее Это просто вот как аспука Надо знать Но я хочу сказать Что при всех российских тренеров Сколько вот Мы практически этим не занимались Никогда Ну вот Только когда итальянские тренеры У нас были Мы из каждой зоны Учились пасовать Причем не из хорошей Даже какой-то там Попитой доводки А когда нужно было бежать Понимать Где в какой-то расстановке Находишься Какие нападающие Где присутствуют После смены При выполнении подачи И все остальное Совокупность факторов Плюс еще технические возможности Игрок Но в первую очередь Должна быть мысль Да, согласен Вот понимание Игровой ситуации Развитие игры Понимание В какое положение Игрок находится А то смотрят в потолок Да, видят мяч И потом уже Вот не знают Что делать Но над собой подбили И все И проиграли Свою, так сказать Возможность И упустили Ну вот и я так Узкая специализация Это опасный вариант Даже не в техническом плане А в том, что мышление игровое Универсальное Вот это Но отсутствие Понимание игровой ситуации Липецк Ну просто мы отвлеклись От игры Потому что Это, конечно Очень важный хоккор А Московская Динамо Уверенно ведет И Краснодар Хоть и сопротивляется Но тем не менее Так все видно Ладно Закончим Рассуждение Да Против игры Сложно Такие мячи Без прыжка Коля Халецка Практически По запросу команды Валерия Валерия Горбанова Если бы ее В детской спортивной школе Не как диагональную Использовали А учили Как универсального игрока Всем элементам Тут, конечно, была бы Совершенно другая ситуация Было бы легко вспомнить Это проблема Да Узкая специализация С детских лет Начинается Конечно Да Формируется полуфабрикат Волейболиста Потом мы это видим У игроков Высокого уровня Правильно Вот эти Пробелы воспитания Волейбольного К сожалению Ну да Сейчас Учебов Корни программы Идет так И Где-то Что-то Как-то По итогам процедуры У меня просмотра Принято решение Что касания Сетки Блокемричей Не было Запрос команды Касания сетки Не было Но В общем-то И так было понятно Но Скорее всего Как возможность Для общения с командой Использовал эту паузу 21-13 И Перейра Вводит Ляч простой Оказался Здесь уже Да Разрыв Исперскает В одном блоке Перейра Это прекрасно Потому что Ну вот Если смотреть На человека Как она это делает Она до конца Держит руки Показывая Что она даст Передачу Либо назад Либо первому темпу Оставит И в последний момент Только одними кистями Бросает четвертую зону А самое главное Это и точно И по темпу Соответствует Разбегу нападающего И вот так идеально Конечно Эта комбинация Спорт Ну вот Рихолецкая Из глубины Доводит мяч О котором мы говорили Очень качественно Кстати На удар Удобно Из сложного положения И как сказать Забила Очень красиво Размашется Хороший разбег Выпрыгнула Наконец Наталья Казалось не очень удобная передача Быстро мяч падает Казалось Но Наталья Перехватывает его И отблоков А вот мяч уходит А вон она пропускает Да И удобно Атаковать И хорошо Что все-таки Мяч там Никуда За антенну Не улетела Она Разбегу Все компенсировала Вторая попытка Атаке Краснодарского И Енина Молодец Хорошо Подошла Но мне кажется Или Правильно ли я помню Скорее Вот так Задать вопрос Енина Вместе с Калеткой Выступали за Протон Или Не вместе Разные Могут быть Вместе Ну то есть Неплохо Друг друга знают Глина спирскает В этот раз Тут передача Была Более Быстрая Уже Намеренно Так же Как Наталья Гончарова Сыграла Так и она Теперь Возруб Наталья Гончаровой Константин Ушаков Пытается поднять Команду Уже эмоционально Пока Недалеки От своей игры Да вот Доводка Хорошая была Марина Бабешина Хоть одной рукой Но все равно Вроде бы Казалось Но Чуть-чуть Несоответствие Темпа И высоты Поэтому У Екатерины Ельной Атака Не получилась Уже На блоке Она сильно Пристроилась А Мария Михалинская Делает выводы И прошла Кассия Явно Щербань Опять на хорошо Организован Ну вот Другое дело Уже правильно Активно Пытается кистью Обрабатывать Мяч Уводит от блока Вау Да Она вверх Бьет уже То есть Даже если бы Мяч остался в игре То он все равно Где-то там По верхушкам Рук По пальцам Дальше Первый сетбол Имеет Динамо В первой партии Поторопилась Наташа Сразу было видно Прямо мяч скатился И даже куда-то На себя там Забросила Лево Ангелина Лазаренко Она в принципе Обладает хорошей подачей Очень высоко Мяч берет Быстрая Сейчас идеальный прием Да и кстати Первая партия Хорошо Заканчивается Сразу С первого Отыгрыша подачи 25-18 За московским Динамо Но последние Несколько мячей Принимала Наталья Переир Ее подавали Как она Вот так Широко Расставляет ноги И очень Прямо Так Точно И надежно Упирается в площадку Что вот Ее не сдвинешь Никак Уже мне кажется И Она так же И по сторонам Перемещается Не сохраняя Вот эту стойку Тут конечно Вот видно Эта техника Согласен Не то чтобы Непотражаемая Но ее Рациональная Техника Да Но это важный момент Да Быть в устойчивом положении Момент обработки Мяча Конечно Но для этого Надо быстро Понимать ситуацию Да Чтобы успеть Успеть переместиться Да Понятно что Невозможно играть Без ошибок Прямо Но Ее техника Прям Она такая Особенная Особенно красивая Ее техника СМЕХ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитрий Диана Ошка Дмитрий 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 Диана Дмитрий Д is Дмитрий Дмитрий am Выскочила и очень хорошо выполнила атаку Екатерина Пекуна. Чуть высоты, немножко высоты. Вот сейчас есть высота, да. Да, другое дело, я уже перевела в линию. Конечно, уже есть варианты, время есть оценить ситуацию. Потому что это вот именно линия, это там не метр от линии, даже не полметра. Это именно в линию. И хоть там и располагалась Марина Бабешина, но все равно она не смогла поднять. Да, чувствуется удобная передача, хороший разбег, высота, все присутствует. И скорость уже опережает Наталья. И блок, и защитника. Да, вот как раз сейчас очень долго поднималась по Ангелине Спирскайте. Может быть вот она и уставшая такая вот, она даже может быть и очень хочет, но у нее организм такой вот... Ты видела? Ну не то чтобы его видела, конечно. Пекунырова здорово. Просто хочется поддержать. Великолепно. Да. Так я и говорю, Пекунырова она может, ого-го. Посмотрите. И коса, и коса, и коса. И высота, и технично обрабатывание. Согласен, талантливый игрок. Вот стабильности, стабильности не хватает, но... Глядишь, появится. Это тут по месту у них согласованность. Согласованность, да. Вот сейчас попробует. Глотания Гончарова! Там же вот привязка к первому темпу, да, куда идет Йенина. Йенина пошла широкую, ну вот это забегание широкое, в первый раз, да. Соответственно, Гончаровой нужно было играть между ней, связующей, но это все равно нужно не в первой зоне, а где-то между, там, первой и шестой. Поэтому она, конечно, разбегалась, но как-то вот по диагонали и не успела. То есть, да, второй мяч уже был разыгран, как надо. Мария Перепелкина в центре сетки. Гончарова атакует. Поднимает мяч Мария Толецкая, но мяч от нее, ее рук улетает далеко в аут. Вот второй повтор, да, все-таки он есть, да, а не есть. Заступ задней. Ну, скорее всего, да, что здесь. Не знаю, я услышал эхо ли. Да, да, ну, единственное, что здесь можно, правильно. Она в задней линии нападала на талию. На задней линии нападала на талию. На задней линии нападала на игрового момента, заступ в игровом задней линии. Ну, тоже правильно, попытка как-то сбить темп команды набирающие. Вот Динамо явно набирает. Видеоповтор. Видеопросмотра приедет решение, что заслуга не было. Да, не выводится на экран. Да, да. Для права. Видеопросмотра. Видеопросмотра. В этой парке. Вылетает над сеткой, да, и вот горячность, не знаю, да, она благодарит извините за передачу. Ну, да, удобная была, конечно. Передача хорошая. Да. Без блока. Да, мне показалось, что было касание блока. Желька Булатович берет. Судьи тоже сомневались, но как раз таки вот этот взгляд, который орбит на просчет, слышки. Ну, это правильно, в принципе, правильно. А если есть несомнительный момент, то тренер возьмет видеоповтор и, естественно, да, будет устранено. Ну, мы этого не увидим. Ничего, бывает. Кто-то перегрыз провод нужный. Краснодар радуется. Второй судья разводит руками. Ну, потому что он не видит, Желька не видит ситуацию. Ну, она объясняет, да. Ну, да, он просит повтор, чтобы убедиться самому тоже. Естественно, да. Ну, зря он возмущается, потому что если это проблема, это проблема видеоповтора. Ну, все разъяснили. Может, он в первого раза не понял, когда между партиями было объяснение? Не просматривается. А, в момент не просматривается. Вот что. А, это другое дело, да. Тогда остается решение принято судьями. Да, вытащили. Наталья Ханчерова! Судья-информатор объявил, что в момент не просматривается. Все, да. Это не просто наш диалог, да, мы услышали то, что... Молодец, это правильно, надо объяснять, да. Просто не пояснили до конца. Конечно. Наталья Перейрова занесла руки на сторону соперника и еще сделала движение внутри площадки, чтобы мяч сохранился в игре. Но Краснодар страхует, и сейчас в защите отлично борется. И Мария Халецкая, да, она подбежала. Мяч, который довольно узкий был. Для нее, конечно, это преимущество. Это, что она вот эту скорость набрала и потрясающе выклонила удар. Хорошо, но то, что москвички не отреагировали по месту. Ира огорчена была. Вот показали, ее как раз видно было выражение лица. Да, да, да. Вот это... Она руки сбрасывала, но она уже дошла к закрытию вот этого пространства между крайнами и собой, да. Но нужно было же сделать еще целый шаг в сторону, чтобы попытаться дотянуться до этого. Но это вот очень интересный момент психологически. Когда игрок сейчас показывает, что это моя ошибка, это говорит о том, что она осознает, она видит, она понимает ситуацию, и она оценивает, что она могла это сделать. И в следующий раз, конечно, это путь к прогрессу, это движение вперед. Понимание, в первую очередь. Да, конечно, да. Она видит, она понимает, и она дальше будет, конечно, завершенствоваться. Длинная скидка Перриры, и снова в атаке Мария Халецкая, ну, по трохам ячу летел в аут. Да, 18-10 счет. Без касания блоков. Марина Бабешина улыбается на подаче. Ну, отлично. Одной рукой поднимает такой мяч, причем даже себе за спину его, как по теннисному, что ли. Ну, без ракетки, естественно, Мария Бибина, да. Ну, Перепелкина здорово. Да, вроде блок поднялся, и она все-таки успела опередить быстрым ударом. Поэтому и в защите было сложно сыграть, да? Форсировала атаку. Маша молодец. Она грудяга, и в первую очередь к себе всегда очень крепостно относится. В плане отношения к тренировкам, даже, к играм. Так, у Краснодара произошла замена Суховерковой вышла. Да, да, игрушица вместо... Восьмой номер, да. Ну, как бы напрашивалась, наверное, замена. Вот, и подача Марии Перепелкиной. Прекрасно помню, как было сложно ее принимать. Именно вот настоящий планер, который... Она еще, бывает, прижимает к сетке, то есть он летит очень низко, и сложно определить, куда он может вильнуть. Она сейчас справляется, Мария Бибина. Еще готовил к скидке. Вроде бы, Суховерковой все было видно и понятно, и она даже там и не упала, на колени встала, но вот доводка, к сожалению, почти на тот стук. Казалось, но вот еще шанс есть. Снова задней линии Екатерины Купинировой. Касание к полу, да. Да, естественно. Явно не достали, конечно, на спичке. Да, ну, вот вся сетка пустая. И именно между рук Ирины Фетисова мяч прошел. Вот как-то это совпадение. Вот это вот Перейра, конечно, сделала мастерски. И вот этот прыжок, напрыгивание очень упругое. И перевод в первую зону. В общем-то, что-то немного нестандартный технический. Ну, потому что она как бы в разном времени проводит. Вот разбег вроде быстрый, а сама концовка удара еще ускорение дополнительно идет. И поэтому, конечно, сложно и на блоке, и в защите вот успеть среагировать на это изменение скоростного режима. Вот Ирина Фетисова. Ира, да, тут уже все. Я просто почему все это говорю? Ведь они все это умеют. И все это, насколько игроки уникальные, самобытные, как вы любите это говорить, да? Да, так оно и есть, да. Вот, результативные, с титулами. И я не знаю, ну, ребят, научите друг у друга. Ну, вы разговариваете друг с другом. Что-то вот, я не знаю, договаривайтесь. Почему? Ну, часто мы, конечно, видим... Ну, пусть вот сегодня достаточно пока для того, чтобы быть впереди Краснодарского Динамо, но это гораздо более серьезных матча, растерянность чаще. Ну, потому что не хватает вот таких напряженных игр, конечно, где надо выкладываться полностью. Только тогда ты же развиваешься, совершенствуется, когда жесткие условия, в которых тебе приходится играть, приходится преодолевать. Конечно, да, да. Заблодировала. Вот так вот соперница. Вот и суховерка вода. Прекрасный удар, да. Высоко, скорость, все. И потом заметно, что, конечно, они с Лазаревой и Екатериной больше взаимодействовали, играли, очевидно, да? Ну, чем с Верой Ветровой. Вера Ветрова первый сезон проводит. И здесь чувствуется сыгранность. Да, она за Динамо Меттар выступала. И только, по-моему, с этого сезона в Краснодаре. Ну, либо они, может быть, когда составами друг против друга работают, там чаще друг с другом. Может быть, не надо. Немного раньше, чем долетела от нее передача, во что я нащербан на атаку. Может быть, второй раз получится лучше. Действительно, так. Ух ты, какая передача сложная. Да, вот и я бы. Да, противо удалась страховка, но перелет и ваут получился. Ну, там Ирина Фетисова, которая вот, она, да, на блоке, в атаке, у меня никаких нет вопросов. Там вот она это умеет делать. И тут даже, ну, не то, что советую, там, скорее у нее надо спрашивать, как ты это делаешь, да? Ну, вот в таких вот моментах, Ира, это, ну, как маленькая девочка. Вот они гончированы в стиле... Вот это, да. В стиле Перейры, да. Ну, или, да, в стиле Натальи. Но оба вот эти удары, конечно, очень похожи. Да, но против Натальи еще сложно. На блоке, конечно, стереотип. Она разрушает стереотип выхода под мяч, ну, своим... Нестандартным подходом, да. Надо ориентироваться, потому что чаще всего ногами, как и Кангбетская это делала, ведь, ну, мы видели. Игроки хватают мяч раньше, да, а блок не успевает сместиться по направлению этого разбега. Ну, да, наверное. Я не щербан был мяч недоброшенный. Не забила, но пока борются москвички. О, о, а ну почему? А что-то было сейчас. А, касание чего-то. Чего? А, аут. То есть, типа, Марина Бабешина вернула мяч не игровой. Не знаю, нет, что-то другое. Потому что не возмущаются наши игроки. Мы что-то упустили. Может, вышку задел? Может быть, да. Пока летел. Ну, вот и Екатерина Пипунырова снова демонстрирует свое мастерство. Ну, вот это классные удары по задней линии, да, в угол. Стандартный удар такой, наработанный. Если он системный характер носит еще. Потому что Наталья Кончарова бывает в серии проводит такие. Вот даже из сложного положения. Ну, поэтому еще более радует, что... Ну, мы все знаем Наталью Кончарова, да. Но когда это делает Екатерина Пипунырова, и она это умеет и делает очень уверенно, это может вызывать только восхищение. Екатерина Ейдина постаралась на сетке, добывает сетбол московского «Динамо». Ну, Заренко испугалась просто безблочного удара, так у меня средней силы было. Сотрудняет прием Яна Щербин, прием подачи. Смягчают атаку Купер-Рейры и пробивает блок. Вот тут как раз мяч опустился на стороне московского «Динамо» между руками Екатерина Ейнина и сеткой. А вот так и была Мария Халецкая. Первый сетбол. Да, разрыв немножко сократился. 24-19. Вернее, 19-24. Краснодар подает. Стой на полу, Екатерина Ейнина. Данесло на поле Перейда. В этот раз уже косой удар по... Ну, не четвертый, там между четвертой и пятой зоной. За счет быстрой обработки, да, потому что в Либеру подают мячи. Для Либера нестандартно оказалась ситуация во время. Вот она тоже так протягивает руку до конца, то есть не каким-то вот этим тычком бьет, да, а именно уже в конце протяжного этого удара она еще добавляет кистью и вкладывает, так сказать, и силу, и еще и шручивает туда его. Сейчас показали болельщиков бразильских, которые... А, да, 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 видно. Ну, может, кто-то из родственников, знакомых тут много. Уважаемые посетители, мы заботимся о вашей безопасности. Прослушайте, пожалуйста, краткие рекомендации, которые помогут вам сохранить свое здоровье. Начинается сегодня снова похолодание. Здесь у нас Москва и в области, конечно, тоже будет холоднее. Тут все-таки город сдает свои пары. И я, кстати, ехав сегодня на матч, увидела солнце и вот это вот явление гала, когда солнце и круг такой вокруг, да, обратует радугой и еще дополнительный круг. Ну, как ореол, что ли. Вот. Я сфотографировала. Ну, это приморозик бывает. Хотя, я не знаю, я видела и в других странах, когда было салатик. Ну, да, это состояние атмосферы, наверное, определенное. Потому что днем, в принципе, сегодня так, минус 9, минус 11, там было минус 17. Это тоже большая разница. А ночью, я обещаю, 25-27. Посмотрим. Я на самом деле сейчас вспоминаю свое уральское детство. Когда и одежды-то не было никакой. Мы минус 30 школ не пропускали, начальные классы. И мне всегда нравилось. И тут придешь, темень такая. Ну, во-первых, до школы дойдешь весь такой замотанный, запутанный. Ну, вот. А никто не пришел, и ты сидишь вдвоем там с учительницей. Ну, поговорили, может быть, что-то там, какие-то вопросы по предмету. Ну, вот. А потом говорят, ну, иди домой, раз никто не пришел. Мне так нравилось, возвращался домой без уроков. Да, может быть, расскажем по поводу, ну, статистика на ваших экранах. Вы уже все наверняка умеете ее читать сами. По поводу перенесенных матчей, которые назначены в ближайшее время с Уралочкой мы будем играть. Да, у нас три перенесенных, вернее, с тремя командами у нас перенесенные матчи. С Уралочкой один мы должны были бы играть по положению в Екатеринбурге. Но Уралочка, ей удобнее было сыграть после игры с Заречи. Они играют, по-моему, 13-го. Они просились играть 15-го. Ну, договорились на 16-го февраля. Удобная игра. Здесь в Москве они играют, возвращаются. Затем вот Калининград сегодня прислал официальное письмо. Просьба сыграть, предложил сыграть 23-го, 24-го. Два перенесенных матча в Калининграде. И добро получено, и тренеры согласены. Все организационно мы в состоянии это сделаем. И последняя игра, матч, перенесенный с 5-го января, да, у нас с Казанью. Когда Казань успела прилететь к нам сюда, выяснилось, тесты у нас оказались положительными. И им пришлось возвращаться, не сыграв. Эту игру они определили как 17-го марта. Ого. Именно потому, что вот это как раз то, о чем я говорил в начале, да, Краснодар хоть и сейчас и находится на третьем месте, но у них по победам очень сильно... Да, разрыв большой. Большой разрыв. Не так их много. Да. Потому что 6 поражений у московского динамо для сравнения. И тем более вот сегодняшняя игра как раз, да, еще... Ну вот это будет еще, но еще неизвестно. Ну и получается, что в этой ситуации, конечно, обе команды заинтересованы, и первая, и вторая команда сыграть где-то... Чтобы долго не отдыхать, а где-то... Разрыв слишком большой, разрыв получается. Перед финалом 6-ти, конечно, это хорошее очень удачное время. Ну и, собственно, в этом матче, наверное, определиться, где будет проходить финал 6-ти. Да, да, да. Победитель этой игры, вероятнее всего, да, получит финал. Тем временем началась третья партия, и Краснодарский динамо повело в счете. Заработал первое очко, и сейчас неизвестно, может быть, да, так не есть, и 2-0. Ну, спирская-то вернулась на площадку, да. Ну, отдохнула она, да. Ну и потом для любого игрока же, да, который привык играть и в составе, любая замена, когда тебя из состава выводят, заставляет мобилизоваться еще дополнительно. Сложно переверить, сама принимала, сама атакует. Молодец Либера у Краснодара. И Ушаков пытается, да, поднять мобилизоваться. Да, и вот... Но через Колецкую она хотела от блока полуцейграда, но здесь сложно. Падающий мяч уже практически в блоку напускался, да. Ну и Мария внимательно, я уж не знаю, сколько она блоков за игру поставила, но явно это не первый. Так, и 3-0. Это первая партия, да, когда в 3 очка в разрыв, в отрыв уходит. Краснодарская динамо. Либера помогает на приеме, и снова Перейра будет атаковать опять по линии. Но сейчас гораздо более грамотнее. Но и Халецкая делает полшага в сторону от антенны. Так, для интереса, открыла я сколько блоков у Марии Халецкой. Это был второй, не первый, но второй. То есть не так, чтобы и много, но участвовала все равно намного. Но больше всех Краснодарского динамо центральные отличились. Это Ангелина Лазаренко и Мария Перепелкина. У них по 3 блока результативных. А у московского динамо Ирина Петисова 4. И Наталья Гончарова с тремя очками на блоке. Жалко, что не фиксирует статистика на блоке смягчения мячей, да, потому что это очень важный момент. Особенно, когда после этого еще есть защита. Да, доигровочный момент. Да, вот на сайте Российской Федерации волейбола, да, вот где все результаты, появляется всегда статистика. Вот там есть одна такая вкладка, динамика, да. Вот там очень часто, ну как очки набирают с командами, что происходило. Красный крестик, блок, ошибка на блоке. Что значит ошибка на блоке? Это же кто-то атаковал и кто-то забил мяч. Почему-то нельзя написать как атака и галочка зеленая. А вот ошибка на блоке, как это можно трактовать? И что самое интересное, есть еще и графа такая, ошибка на блоке. Вот где очки на блоке, да, есть еще и ошибки. Тут вот это вот такой интересный критерий. Ну он, во-первых, не объективный, ясно, а слишком субъективный, правильно? Ну то есть это каждый, кто статистик по-своему будет оценивать. Любое описание, которое было недоигранно, да, это все значит ошибка на блоке. Великолепно сыгравший нападающий обыграл блок. Это нормальное положение игровое, правильно? Естественный ход развития игры. Ну подождите, а вот в обычной статистике ведь очко нападающего считается очком, но при этом это ошибка на блоке еще записана. Но своего очень интересного. Согласен, да. Как бы два элемента, два момента игровых из одного извлечены. Две оценки. Надо тут провести какую-то рекорму, мне кажется. Так, а тем временем мы видим разрыв в 5 очков, 6-1 впереди Краснодарская Динамо и перерыв. Жилько Балатович вынужден взять, чтобы мобилизовать команду. И, кстати, в Краснодаре также складывались дела. Два нового московского Динамо. Ну, правда, не так уверенно были выиграны первые два сезона. Но потом здесь матч завершился поражением, чего, конечно, сейчас нельзя вообще зарить. Фетисова четвертый уже ничего там делает. Да, и мы видели игра «Уралочка», «Ленинградка» последняя. Да, да. В Екатерингу уже, да. Достаточно уверенно, да. 2-0 «Ленинградка» вела и в итоге уехала. Уехала. Но они снова вернулись домой без победы. Там ведь игроки, которые представляли в свое время «Уралочку» и очень успешно. Да. Не только Гадри Лик, но и еще и Аня Матиенко, и Вика Русакова. Да, давай, давай, давай! Урсакова! Урсакова такого она вообще вообще-то не совершается. Наталья Гончарова! И Екатеринбурга. Ну, а вот это ошибка уже. Видеоповтор берется, у меня вроде как бы в ауте был. По-моему. Состоится шведейская процедура для просмотра игрового момента в поле «Аула». Ну, явно в поле был мяч, видно было. Прямо под линию отсюда, из глубины площадки. Ну, мы все-таки тут на углу сидим, непонятно. Ну, по-моему, вообще, если не выглядывать за монитором, ну-ка... По итогам процедуры видео просмотра предает решение, что дальше. О, заработал! Помните, как в простоквашине был голчонок? Нет, голчонок должен был сказать, кто там, а уже заработал и кричал «Матроски!». Наладь электричество и партии нашей техники. Вот результаты видеопросмотров на большой экран. Молодец, Мария Бибина. Вот это пресловутая передача. Как она вкладывается в такие сложные мячи, глубинные, высокие. Как она вкладывается в него. Она вообще очень крутая. И поэтому мне очень жаль. Не только, что наша команда проигрывает, да, и не достигает тех результатов, которые, в общем-то, требовались и которые ставили задачи. А еще и то, что у нас такие игроки, которые, ну, не то чтобы теряют лицо, да, но выглядят как середняки. Этого не должно быть. Это очень обидно. И в первую очередь это самолюбие должно быть какое-то. Вот, ну, есть же понимание, да, что ты сюда приехал там не просто там деньги-не деньги, да, что это соревновательный процесс. Что здесь, ну, это все равно повышение мастерства, достижение новых результатов каких-то. И вот, ну, и новое общение с новой командой, с этими игроками, которые у нас тоже тут звезда, так сказать, на звезде, и ей уже и погоняют. Статус-то надо как-то оправдывать. Ну, надеюсь, как-то в конце сезона ее будем все чаще и чаще увидеть. И атаки, и блокирование, и переработра. Здорово, да. Ну, вначале-то мы помним, как раз-таки ее осадили. Краснодарский волейболист, где сейчас она, молодец, нашла выход из разных ситуаций и против Марии Халецкой. Ну, обыгрывать ее, конечно, вынуждая уже, почти приближившись в счете. Отлично, разрыв сократился и уже Ушаков должен взять перерыв. Так? Давай чуть-чуть, давай чуть-чуть, правильно. Ну, держи. Все равно будет. Давай, у тебя, сюда, 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 сюда. Да, это на диагонал. А это надо вытянуть. Сеть, дальше выше, верьек, амберер. Что найдется? Знаешь, самое главное? Света, атаки есть приемы сейчас. Больше света здесь стоит по образу высоко aggregate. Эй, Гей! Отлично, переходящий мяч, Ирина Хатисова на сторожах. Ирина Хатисова на сторожах. Очень танцевальные ребята. И, главное, соблюдают социальную дистанцию. Вот что еще очень важно. Друг с другом. Так, Мария Перепелкина. Она в Либеро подает отличный прием. И, конечно, уже скоростная атака. И, да, действительно правильно, что повторила Марина Бабешина. Далее первые два разных удара, да, по направлению. Ну и очень она тоже, вот, видно. Вот, помните, кстати, был не так давно сюжет, да, Матч ТВ. Снимали к ней в гости девушка. Приезжала корреспондент, и она показала, как танцевать. Ну, я не особо разбираюсь в танцах, да. Самбу, румбу там, ну, в общем, что-то, да. И как раз вот эти движения, у меня такое ощущение, что... Есть что-то в ее пластике, когда она выходит на нападающий удар, и подача подает. Да вообще, вот в игровых элементах есть что-то и отсюда. И 8-8, сравнивается счет. Ну, Динамо восстанавливает свою игру, естественно, Динамо Москва. Берет под контроль развитие игровое. Динамо Лазаренко. Молодец. Ну, все-таки вот это хорошее взаимодействие с первым темпом в середине сетки. Оно очень эффективное. Потом, мне кажется, вот игроки, когда однородный состав, я имею в виду, что Лазаренко, Лазарева того же возраста, что и нападающие игроки. И, наверное, вот они более комфортно себя ощущают. Более раскованно, мне кажется. Может быть, может быть. Но, тем не менее, связующие все равно друг друга дополняют. Нет, нет, конечно. Вера, хороший связующий, Вера Ветрова, конечно, классная. Хорошо понимает игру. Да, это, наверное, преимущество, когда два связующих поровну играют и постоянно могут вот так сменить друг друга и, собственно, добавить что-то в игре, привнести. Светлана Суховеркова готовится выполнить подачу. Явный ущерб, как по установке должно быть. И блок успевает на Гончарова, да. Касание сетки на блоке у Краснодарского Динамо. Ну, это всегда ошибки такие, конечно. Обидно очень. Хорошо сыграли. Да, в защите хорошо подняли. И доигровка была. То есть их ход набирают. Хорошо играют сейчас они. Ну да, чтобы не отставать уж, раз москвички все-таки сократили. Это довольно большое начальное преимущество Краснодара. И вот и хорошо тоже по месту сыграла Екатерина Йенина, потому что она немножко отстыкнула от барины бабешиной. И этого как раз хотела для того, чтобы мяч прилетел ей в руки и прямо вот так в середине на площадке поставить блок такой, ну, не берущийся. Вот мощный, мощный. Ой, бред какой. Слушай, на линию, а на задней линии Халецкая, ну, прям на линию наступила. Да, она игрок задней линии Халецкая была. Да, но вы вот наши этого не заметили? Судья не обратил внимания этого. Так и наши? Действительно хорошо. Наши-то, по крайней мере, могли бы взять повтор. Ну, Марина Владишина здорово. Из сложного положения качество дала. Вот это одна из тех передач. На лету, на бегу. Я на Щербе. Гораздо более комфортное условие. Ну да, связующие Лазарева на блоке. Здесь, конечно, это возможно. Ну, сделай, хорошо. Ну, так она бежала-то откуда. Это же она вот этот мяч возвращала. Смотрите, вот. Ну, все уже. Она практически с пятой зоны возвращалась во вторую. Ну, вроде бы, и место-то нормально-нормально. Неплохо выбрала. Тут, конечно, Яна уже. Ну, преимущество нападающего было явно. И здесь московская «Динамо» выходит вперед. Да, и снова Мария Халецкая. Ну, тут... Ну, Марина. Не очень понятно было. Флаговой флаговой флаговой. Еще рано мяч не прилетел, он уже замахал рукой. Ух ты! Наталья Первера сегодня... Нет, ну, конечно, она в другом времени живет такое течение, что все равно игроки блокирующие привыкают, стереотип временной, там, когда поднятся руки. А здесь опережение идет. Конечно, сложно перестроиться на одного игрока, наверное. Ну, вот, говорю, вот эта длинная рука, она, конечно, добавляет. Я даже не знаю, с чем сравнить. Телескопическое, наверное, что-то вот такое. Знаете, как есть дубинки телескопические вот эти. Ну, это спецсредство, собственно, гражданским людям такое относить нельзя. Но как она резко вот выдвигается, да, и какую она вот расщепляющую силу потом несет за собой, да, вот с этим, наверное, сравним, да. Ну, здорово, конечно, интересно. Сразу глаза бросаются, чуть-чуть по-другому все происходит. Вот то же самое, Ира, ну, мощи нет. Вот так вот. Это да, это сложно. Это у нее тут где-то за ухом выскочила Светлана Суховерхова, которая, кстати, молодец. Ведь она не просто постояла там, руки вытянула, она и прыгнула, и накрыла эту скидку Марине Бабюшиной. Снова Краснодар впереди на одно очко. Да, вот это очень важная партия для Краснодара. Вроде они нашли свою игру, меньше ошибок стали совершать. Держат счет. Ну, снова Перейра, Костя, удар. Ну, с Мариной Бабюшиной ей достаточно комфортно, да, Перейра? Марина быструю передачу. Даже когда заниженная, блок не успевает, а Перейра успевает оценить ситуацию и воспользоваться вот этим. Ну, кстати, вот я что заметила, не могу сказать по-другому ли у Татьяны Романовой, да, но вот что сейчас я вижу в передаче в четвертую зону от Марины Бабюшиной, да, то, что она зависает, останавливается в зоне. В какой-то вот, ну, даже если она не допросит, но она, по крайней мере, зависает, останавливается. Не пролетает куда-то, ее не надо ловить. Что для Яны Щерпань, что и для Перейры. Поэтому, ну, вот как для нападающего, конечно, уже он сам волен выбрать, куда ему ударить. Главное, выйти вот в эту точку. Ну, с пасеком сидят болельщики бразильские. Ну, наверное, такомы. По оружию, да. Наверняка, Наталья Кридовна. И так хорошо операторы совместили. Ну, детям очень нравится, кстати, вот, когда маленьких детей приводят на игры, я даже по внучкам своим ориентируюсь, они запоминают, естественно, не игру саму, а пасека, который бегает. И вот когда они видят эту игрушку, да, вызывают восторг. На самом деле, я вот тоже уже вроде взрослая тетя, да, но мне настолько вот ростовые вот эти вот игрушки нравятся, мягкие. Это, наверное, с детства осталось, потому что, ну, в нашем детстве этого не было. И на хоккей тоже, когда придешь, и так, когда какие-то праздники вот бывают. Ну, кстати, в Москве есть еще мошенники, которые переодеваются в костюм лошади с какого-то мультика и клянчат деньги. Вот, кстати, очень опасные эти лошади, ну, то есть люди переодеты в этих лошадей, потому что они там чуть ли не бьют людей, если им не дашь 100 рублей за фото, там, ну, вот. Это, кстати, вот один из видов мошенничества, но раз уж мы заговорили, чтобы, ну, вдруг там кто приедет в Москву и не будет знать об этом, то я вот предупрежу. К лошадям не подходите. Ну, и Халецкая классом ударила, на перерыве сработала. Да, здорово. Ну, хорошо, она высоко мяч взяла, да, Ира не смогла перенести руки из-за этого. Ну, она опередила на высоте ее, да. Да, ровный счет держится. Выровняли игру краснодарские девушки. Ошибок практически нет, счет держится, очко в очко играем. Опять какой-то вот этот вопрос. Здесь вот кажется, что неудачная передача, а получается, да, удобно для Натальи, она опережала блок передачи. Тут надо понимать, что связующие тоже должны понимать нападающего, что когда мяч, ну, доводка, точнее, отведена настолько, что приходится пасовать из-за трехметровой зоны, да, то высота и, собственно, траектория передачи, как она летит, да, она тоже должна разниться. Потому что если дать вот такую скорость, да, но при этом не рассчитывать, что разбег-то у нападающего тоже должен как-то состояться, да, она практически валится на трос. Да, да. Да еще со скоростью такой, как будто бы она пасует параллельно сетке. Нет, это ужасно, это невозможно сыграть. Вот, поэтому и Гончарова-то она его толкала, получается, не бьет. Но тем временем, да, снова выровнялась ровный счет. 17-17. Хорошо на блоке Краснодар сыграл. Еще раз. Сперская, да, перекрыла линию Наталью. Да, да. Ну и то, что подряд Наталью закрывают, это, конечно, не очень хорошо для ее самообладания. Ну пока одно очко разделяет команда, и достаточно сыграть подачу, чтобы сравнять его с счетом. Тем более прием отличный, хороший. Да, у меня на Щербань, да, выше баллы играет и два успевает. Ну да, в плечо, к счастью, мяч попадает в плечо, да. Ну там не то, что... Вот он в плечо попал, потому что она выворачивает. Да. Да, да, успел увернуться. У меня вот и поражает это. Защитит чуть руки, 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 немножко вот здесь должны быть, чтобы даже закрыться. А не оказывается внизу, конечно, да. Всегда перехват мяча, быстрые руки, они вот здесь находятся. Да, важная партия, важная для нас очень партия, конечно. Потому что игра может затянуться, разыгрывается Краснодар. И здесь Спирскайты просто идеально выбирают и место, и позицию, и вовремя. Они вдвоем же, да? Да, но... А нет, Спирскайты, по сути дела, Генина мяч слишком поздно схватила. У нее было единственное направление, потому что в линию там она бы уже все за антенной прошла бы только и вынуждает провести жизнь, была дочь и замену. Выходит Екатерина Ефимова, в которой многие наши болельщики требовали ее на площадке, но... Абсолютно. Вот да, вот вас это удивляет. Меня, кстати, тоже. Но это не удивляет только наших болельщиков. Вот. Хатя болела, да. Но качество игры мы, честно говоря, от нее не видели, поэтому Енина, конечно, по праву занимала место на площадке. Посмотрим, что сейчас будет. Да, треточка разрыв. 18-21. Желька Булатович берет перерыв второй. Второй уже этой партии. Ну, опасно уже, да, счет становится. Это не начало, не середина партии. Нет, даже не в противнике дела, я согласен, а сами себя распускают игроки, да? Да, да. Ну, и причем вот эта серия таких неудач, да, Гончарову несколько раз были одинаковых. Да, одинаковая ситуация, да. Да, и когда, казалось бы, ну, хотя, вот тоже, вот это взаимодействие с Ениной, вот оно вот прям так нужно было, да, именно в этот момент это сделать. И причем настолько некачественно, что, ну, ей просто некуда было деваться, да. Ну, да, замена вот вызвана сейчас, да. Что сделать сейчас, простояв? Вот она молодец, да. Вот сейчас бах не съем, очень, да. Ну, Ефима, да, посмотрим. Да, ну, Гончарову свое дело сделаю. Конечно, тоже, видимо, что она отмурится. Начало положено, как говорится. Хорошая подача нужна. Так, вот, что делать? Ефимова запрыгивает в Светку, да. Ждали? Получите. Да, вообще, ничего. Или это Марина сделала? Нет, нет, Марина уже была в стороне, вообще. Катя, да, она не успевала, и уже потом, когда поворачивалась, все-таки, вот теперь, конечно, она подпрыгнула. И мяч высоко висел, так вот, ну, это не из тех ситуаций, которые я описывала раньше. А очень удобный был. Ну, сейчас удачная получается расстановка, подачу только подавать нужно. Есть вариант доигровки. Они же подпили, кстати, очень много и тренируются, и играют на песке, на открытом воздухе, где совершенно, там, вот, нет этого пространства, да. И поэтому контроль мяча и контроль высоты, разбега и выхода на атаку, он, конечно, там формируется совершенно по-другому. Ну вот. Доигрались, да, и Мария Перепелкина очень надежно действует. Лазарева хорошо сыграла, тактически грамотно, да? В команде «Динамо Краснодар» замена. На площадку возвратилась Светлана Суховерхова, номер 8. Да, и все так же, эти три очка, они может отыграть московская «Динамо». Ну, Фетисова на переднюю линию, может быть, что-то получится в следующих розыгрышах, но для этого нужно отыграть подачу. Не получается. Мария Халецкая, да. Помогает, да. Затянула она немного, может быть, чуть раньше ударить, да, но она уже в воздухе находилась. И вот как раз это... Сейчас у нас хорошая расстановка, кстати, Марина на подаче и на блоке хорошая, очень грубая. И доигровка. Группа вуза, да. Ну, Наталья Гончарова во второй зоне, Переера в четвертой, да, есть хорошие возможности в доигровке. Вот, молодцы, раз. Главное, что не дергались. Во-первых, Гончарова сразу подошла к первому темпу, да, тоже уже угрожая, да, Фетисова осталось только вот, ну, дойти. Смотрите, она вообще никуда не уходила. Это почему? Потому что Марина, Бабьешина, подала в Свету Суховерхову, она сейчас в четвертой зоне, участвует в тренировке. И хочется верить, что мобилизация наших игроков произошла у сетки, Наталья. Ну, назад два. Ну, вот пролетела, пролетела Ира Фетисова, да, пытаясь сократиться расстояние и сомкнуть руки. Да, и сетбол, да, сетбол. Хороший прием, рабочий. Да, молодец. Наталья Ферреля. Молодец, был отыгран. Да, но это вот самое такое, все подогревается, да, 24, уже нет права на ошибку. Ну, я имею в виду отыгрыш подачи. То, что сейчас, конечно, атака будет у Краснодарского Динамо, тут вроде как есть какое-никакое, но оправдание, да. Ну, вот, но отыграть подачу, это, пожалуй, самое сложное. Здесь уже и подача помогла, но Светлана Суховерхова мастерски, да. Здорово, конечно, да, в такой сложной ситуации, да, использовала блок, да. Третью партию со счетом 25-23. Ну, ничего. Это мы, наверное, тут тоже. Подумали, что дело в шляпе, да, но шляпы еще пока тут рано снимать. Ну, вот, пожалуй, Светлана Суховерхова. Вот ее выход, ну, пусть вот не то, что она там всю партию решила, но в последних эпизодах она очень себя плавнокровно проявила. На самом деле почти полное равенство на блоке у команд. У московского «Динамо» 13 очков в блоках заработано, а у «Динамо Краснодар» 12. Резкое улучшение аппетита и настроение, пожалуйста, привлите свое пребывание в общественном месте. Инструкция сейчас идет по громкой связи, но в том, как нужно соблюдать все рекомендации, предписанные для снижения распространения вируса. Начинается четвертый сет сегодняшнего матча 22-го тура женской волейбольной суперлиги «Паримач». Московский «Динамо» пока ведет 2-1 по партиям. Ну, я не знаю, знаменательная или нет, но только первая очка. Первая очка, да, я тоже хотел отметить это, конечно. И довольно уверенно продолжает свой натиск Наталья Перейра. Хорошо она сыграла всю прошлую партию. К сожалению, этого недостаточно было для того, чтобы победить. Ну и Мария прибегла. Прекрасная скорость, отличное взаимодействие. Пойдем на сетку хорошую и снова Перейра пробивает Марию Перепелкину, что, в общем, непросто, потому что, да, успевает и все, ну, чуть-чуть не хватило совершенно для того, чтобы закрыть эту атаку, но, в общем, нам это и не нужно. Да, чуть по времени опередила Наталья, конечно. А так все, Маша делает все абсолютно правильно. Вот и Светлана Суховерхова, которая совершенно... Хорошо, на хорошей высоте, да, она вот сложно эти мячи обрабатывает, где их невозможно закрыть. Можно сохранить, пытается сохранить. Это ее вообще не смущает, нисколько наличие ни Гончарова, ни Фетисова, да еще и их слаженной работы. Да, и ровно игра пошла. Хорошо играет Краснодар. Съем держит четко. Страхуем, Динамовки, Москвы. Ух ты, да. Наталья, да, Наталья, Наталья. Ну, просто если вот оценить, где стояла Светлана Суховерхова, но больше на страховке, чем в защите, да, практически в третьей зоне, да, и вот на полутора метрах от сетки, сейчас вот, смотрите, ей попало, ну, вот она как раз защищалась. Нет, ну вот это правильное положение, конечно, да. Здесь можно и мяч, который пролетает, обработать руками, да и закрыться, что тоже важно. Так, вот есть шанс. Яна Щербан, яна Щербан, яна Щербан. Ну, это очень сложная ситуация, молодец, да, важное очко. Для нее важно, я думаю, что. И для нее, и для команды, конечно. Я вспоминаю, когда вот Майя Огненович выступала, и когда мы смогли взять все внутренние титулы, Московь, я имею в виду, вот последний матч плей-офф финала в Калининграде состоялся, и тогда Яна Щербан, вот что-то там не ладилось, да, но она настолько надежно сыграла в атаке, ну, понятно, что она и подачу принимает постоянно, да, но это просто меньше заметно. Да и тут, может, она меньше передач получает, или они больше такие вот тяжелые моменты, и сами передачи-то вынужденные, и все прочее. Но там она просто сыграла выше всяких похвал. Очень надежно, важно, и самое главное, результативно. То есть она забивала все, что вот ей было доверено. Ну, из-за в игре с Казанью, когда мы были в прошлые годы, играли, я помню, были моменты, когда она в пятую партию попала, великолепные, решающие моменты. Ну, вот сейчас хороший счет 5-2. Немножко запас прочности есть. А, Верон виноват. 3-5, да, 3-5. Краснодар на подаче. Мария Халецкая в Яну Щербань подает, вынуждаю ее. Яна Щербань! Да, вот. Точно, мяч этот, сложный мяч поднимает ее. Хорошо, на высоте скорость появилась. Вам, а то скажет нам Яна, 6, ну что 6, 6. Вот вам и 8 уже, и вот я уже и там, где центральный, и вообще, в конце концов, наберет она все свои очки. Снова передача Щербань, уже Гончарова ее выполняла. Это уже все. Да, и пришлось затянуться. И так там, в общем, Светлана Севковерхова затягивается. Да, но еще и то, что... Ну, это, кстати, такая типичная ошибка, когда нападающий выполняет совершенно такой же удар, как будто бы он бы находился ближе к сетке, ну, там, в расстоянии примерно метр, да. Ну, вот. Тут совершенно другой угол должен быть, чтобы сетка вылезла. Вот это тоже замечательно. Какой интересный момент. Да, и... Краснодар уже посчитал, что выиграл мяч, неожиданно он перелетел, да. Ну, да, так и москвички-то отпинывали, ставши что-то друг друга, да, перекинули. Как говорится, не успели рты закрыть, там помогая друг другу голосом, а соперница вообще не готова была. Марина во вешенную, особенно, пустилась в пляс. Она не должна... Ну, это важно, важно. Вот сложно ситуацию проявить, да, вот эмоционально. Я, как скептик и циник, да, сразу скажу, что и у нас часто такое падает, поэтому, да, расслабляться не надо, пока еще ничего не выиграли, но, тем не менее, задел очковые пять... пять, что там, пунктов, баллов, там, очков, очей. Валерий Константинович Юрьев, тренер молодежной нашей сборной, он, когда ругался, он очень, кстати, темпераментом походил на карполе, он уже и так столько очей растеряли, ну, то есть не очков, а очей, да, ну, это если очи, глаза, там, ну, в общем, вот, и мы потом уже там между собой кричали, давай, а что, не очков, а что? Дыграли подачу. Краснодарские волейболистки. Ну, нехороший уровень держит, конечно, сейчас очень важно для нашей команды и связи со всеми этими сопоставящими обстоятельствами их переезда, конечно. Да, сейчас они вот нашли, наверное, свой. Вот, и я нащербан. Молодец, да. В коротком отрезке, вот, из девяти очков, три ее. Да, три очка. И сил атаки, молодец. Кто-то там кричал, вот, про то, чтобы Катя была внимательна, ну, по крайней мере, там что-то на сетке ли, что-то Катя, Ката, и в итоге Катя две карти. Не оплашала, молодец. Вместо Светланы Сухомерковой, номер восьмой, на площадку вышла Ольга Зверева, номер двадцатый. Да, вот Ольга Зверева, броми союзно, конечно, очень красивая девушка такая. Там же в Краснодаре что же, казаки, да, вот. Наверное, что-то есть в ее внешности, вот, казачьего, такого, краснодарства. Мощный блок, мощный блок, мощный, мощный, мощный блок, мощный блок. Константин Ушаков не верит, что был мощный блок. Он считает, что ошибка была, касание сетки. Ну, что же там, он не хочет тратить тайм-аут. Наверное, да и потом ему нужно, все равно, наша команда Динамо набирает ход, явно, да, вот, без ошибок, да. И, конечно, он пытается порвать это. Да, методик, отвлечения, призывания, воздействия. Да, попытка, да, воздействия, да. Все верно, да. Снесение по меркам. В этом видео просмотра заведено решение, что касательной сетки на блоке не было. Запрос команды Динамо-Краснодар не был удовлетворен. У нее осталось провал. Ну, Ушаков даже не смотрит на видеоказ там наверху, понятно. А может, он, пометуя, что там не показывают и не стал обращать внимание, задирать голову. О, молодец. Яна Щербан тоже, да, в этой партии явно прекрасно почувствовала игру. Идет, вот еще во второй зоне находится, да, и не факт, что это было там ее последнее... Причем на хорошем блоке центральная Лазаренко. Да, вот как раз это проходит. Да. И главное, четыре раза подряд она забила, без всяких там каких-то неясностей. Спасла мяч Екатерина Лазарева сначала. Причем ей удобно паснула же, да, по темпу здорово получила. Да, 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 Лазаренко очень была прям вот, ну, хорошо и готова, выкупнула, так что с запасом хватило из передачи. Ну, давай, один лоб надо сделать. Второй! Атак! Да, вот, исправилась. Не точно. Екатерина Едина. Ну, тут все-таки, не знаю, я не то чтобы там оправдываю Катю, когда в прошлой партии она попала к лоб в концовке, ненужные совершенно мяч. А то, что, ну, как-то вот это сочетание передачи, да, где она ее поймала, там уже они вместе должны были договориться с Мариной и увидели, что все исправили. Ну, да, и потом Марина в прыжке, когда, это же совершенно другая, это скорость передачи. Да, да, да. И вот еще одна передача за голову для Екатерины Ениной, тут скидка. 14-5, отличный трейф, да. Вот и перерыв. Наверное, очень интересно тренеру послушать установки во время игры тренера противника, друг друга услышать. И самой Яни Щербань, про которую они там обсуждают. Ну, да, да, как они оценивают, вот, это же, это же очень интересный момент. Ну, да, да. То есть противоположный взгляд. Да, особенно, вот, я поигралась в этих зарубежных клубах, да, и часто было, что мы, ну, нет, мы играли с парафоном, когда я за итальянский клуб выступала, и когда на Турифе два раза с Уралочкой. Вот. Вот это вообще очень круто. Когда ты вроде бы, ну, то есть тебя там знают все, да, и когда ты играешь против них, и, в общем, самое интересное, что ты еще и русский язык открывают. Ну, или когда, вот, сборные тоже. И это, ну, не знаю, кто как, но, в принципе, волейбольный термин, и все это понимается, и одинаково звучит на всех языках. Конечно, можно как-то разобрать, понять. Поэтому близкие с жестами чаще и общаются. Теперь серия очков, набранных Екатериной Йениной. Здесь, конечно, Енина хорошо, то есть она не бежала широко, не пристраивалась, она контролировала зрительно нападающего, видела, куда будут удары, она прям между осталось. Ну, вот она чаще делает вот эти остановки и не добегает до крайнего, именно для того, чтобы самой выбрать место. Да, но это вот важно. Вот, по-моему, у Кати Ефима отсутствует зрительный контроль за нападающим игроков до последнего, до момента удара. И поэтому часто получается механический блок просто. А здесь активный блок. Да, Вера, вот сейчас Вера Ветрова на площадке у Краснодарского Динамо швырнула мяч в четвертую зону. Они вдвоем с Погумилой Вярдой, которые сейчас закрыли, вышли вдвоем на обгоню замену. Как Екатерина Пипунырова... Какая-то Янина решила улучшить свою статистику на блоке. Ну да, у них как-то вот отрезками. Это у Яны Щерпань тут вот прошла много, и ей было доверено теперь Енина. Пипунырова вернулась, да. До этого Пирейра у нас много получала, одну за одной передачу. Кстати, замена двойная-недвойная, мы как-то вот это все пропустили за нашими посиделками. Да, Екатерина Пипунырова. Пипунырова провела удар. Почему ее заменили, я не понимаю? А я тоже не понял. Для меня тоже это загадка. Но правда команда после этого выиграла партию. Ну да, да. То есть там не надо было. Усиление произошло, да, и он уже не стал менять, наверное. Ну так к ней претензий, по-моему, по игре не было. Да, я про двойную-то что говорил? Что на переднюю линию вышла связующая двера? Или они уже так давно играют, что их все-таки просто оставили на площадке? Ну теперь как надо. То есть три нападающих в сетке. У Динамо красный удар. Маша, как она ухитрилась, да, обыграть в этой ситуации? Вроде вдвоем уже поднялись. Вот вдвоем, да. Но она тоже вот опускает локоть. То есть это не удар вот сверху вниз, да, классический такой вот, который заряжка, ну, вообще, извините, это урожденная заряжка проводит. У нее взлеты как взлеты, да. И у Фетисовой тоже так чаще получается. Вот. А Маша, она все передачи вот так. Да, и вот находит выход из любой ситуации. Пипунарова у нас сиклой подавала в прыжке подачу? Да, по-моему, силовая первая подача, по-моему. Ну да, да. Я вот тоже как-то пропустил. Планер, нет. Планер, к сожалению, в сетку. Блок-шот. Это самый настоящий блок-шот. От передней Фетисовой. Дождалась она, пока долетела до нее эта снижка. Погубила Биарли. Московского Динамо. Появляется всеми любимая. Анна Климец. Ну да, она очень такая веселая, задорная девчонка. Да, она получает удовольствие от игры, конечно, да. Когда выходит чувствовать. А это Марина Бабержи. Да, и тут удовольствие Марине Бабержи, которая тогда она упустилась в пляс, как я сказала, так и сейчас. Но вот тут ее восторг. В нашей команде это важный элемент, потому что рослые игроки без эмоций играют, делают тяжелую работу. Да, она привносит. Бревно таскает, да. Еще раз. Еще одно. Пепунерову. Ну да, уже поближе подтянулась Екатерина, но правда. Да, да. Здорово. Две подачи одинаковые такие. Да, они обрываются, они сложные получаются. А так это еще стоит Зубарева перед ней, да и Вера Ветрова. Там мешает, может, обзор, не обзор. В общем, они все сгруппировались как раз в этой зоне. Вот и доигровка Московского Динамо. Очень сложная была, но Перевера мяча, атакующим действием перебросила. Ирина Фетисова. Ирина Фетисова. Да. Руки, когда она вот так поставит, это целый щит. Вот прям вот. У нас сетка. Ну, конечно, разрыв счете. Выпустят, не выпустят. Здесь течку. Краснодарская Динамо. Но уже вот сомнений меньше в том, кто выиграет эту партию. Есть тачку все-таки взяла. Ну, очень так, бросилась под мяч Зайцева. И поэтому мяч с собой утащила. Далеко все. Матч Болл Московского Динамо 24-7. Марина все так же улыбается там на подаче. Не знаю, что еще задумала. А то снова укороченная теперь. И... Ирина Фетисова. Ирина Фетисова. Все здорово. Да, потому что мы думали, что до встречи с Казанским Динамом, потому что не стоит ошибаться. До свидания. До новых встреч. Да, и ближайший матч состоится у нас в Москве. Да, у нас в Ленинградской 13-го числа. Да. А уже потом ждем вас сначала 16-го. 16-го и 18-го. 16-го февраля. Это все оба матча отложены. Поэтому такая плотность игры получается. Сейчас на радость всем болельщикам у нас в Казани Динамо ждет в гости своих постоянных зрителей уже на трибунах. А мы прощаемся с вами. Благодарим, что слушали, рассуждали вместе с нами. Всего доброго вам. До следующей встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok